Стартовала Амурская осень 12 сентября и сразу поставила рекорд. Звёздная дорожка стала самой массовой за всю историю фестиваля. По ней прошли 90 артистов. Яркие фестивальные будни гостили в Благовещенске неделю. За это время на суд зрителей и строгого жюри режиссёры и актёры представили 7 спектаклей и 12 авторских кинофильмов. Улыбнитесь, короткие. Коляна, ты все? Коляна, я не рекомендую. Ради таких уникальных картин, как, например, «Государственные дети» якутского режиссёра Александра Лукина, зрители заполняли залы фестиваля до отказа. Эти фильмы, которые, я считаю, стоило бы посмотреть всем людям, прокатчики их почему-то игнорируют и не покупают. И если бы не наш фестиваль, мы бы, наверное, не знали вообще, что такое андеграундное кино, что такое кино, которое не для всех, что такое камерное кино. Порадовали зрителя и конкурсные спектакли. Среди перевезённых в этом году постановок преобладали комедии, но нашлось место и неоднозначным представлениям, когда на сцене царил настоящий дурдом. Его ярко изобразили актёры в «Чапаеве и пустоте». «Так что давай, садись на фюзеляж, я тебя покатаю, как на хрустельке, как на лошадке». «Я не замёрзну?» «Не замёрзнешь!» «Ну что, полетели?» То, что фестиваль проходил 13-й, поняли даже не суеверные. Многие спектакли задерживались на час, а то и на два. На церемонии закрытия у артистов дважды выключались микрофоны. Армен Джигарханян не смог выйти за призом губернатора из-за плохого самочувствия. Сразу несколько победителей не успели на церемонию из-за переноса авиарейсов. Но никакие сложности не помешали жюри вручить творческим труженикам заслуженных журавлей. Пусть даже через друзей. Так Анне Большовой предстояло передать приз режиссёру Владимиру Щеголькову. «Для начала надо будет оказаться в одном городе одновременно. Это сложно. Друзей получать приятно. Почему нет? Это же здорово. Это радостно за коллег, за друзей». А одного из заморских журавлей неожиданно для себя получил президент фестиваля Сергей Новожилов. «За развитие дальневосточной культуры». Так решила конкурсная жюри. Конкурсу андрей-приз это не имеет никакого отношения, правда. Спасибо, дорогие коллеги. А вот журавль за лучший сценарий не достался никому. Потому как пишут их в основном режиссёры. Эту тенденцию отметила жюри. И дало время исправиться. Один год. До следующей амурской осени. Субтитры создавал DimaTorzok